Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Sklades, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы покажем вам, как заменить микросхему 3STAR. Также ее называют еще контроллером заряда. На айфоне 5S, 5C и SE. Почему я перечислил все эти три модели? Так как у всех этих трех моделей печатные платы идентичны на 99%. Конкретно это печатная плата от айфона 5S. Но данное видео можно использовать для ремонта всех этих трех моделей. Приступим. Для начала нам необходимо снять металлическую защиту. На видео мы не будем показывать, как это снимается, потому что это снимается элементарно. Если вы дошли до этого видео, вам это легко удастся. Мы сняли металлическую защиту. Данную микросхему, которую показываем пинцетом, мы ее будем менять. Конкретно здесь она находится. Вот данную микросхему, мы будем ставить новую. Необходимо ее заменить. Приступим. Теперь мы вам приближаем под микроскопом. Чтобы заменить микросхему 3STAR, микроскоп не нужен. Это чтобы было лучше видно вам на видео. Чтобы снять микросхему, мы добавляем флюса и нагреваем. Фен нагреваем 320 градусов. Это смотря от какого фена. У кого-то может быть больше, у кого-то меньше. Смотрите по характеристикам вашего. Фена они иногда показывают неправильно. У нас фены дорогие, так что мы их нагреваем до 320 градусов. Необходимо нагреть микросхему равномерно и нагревать именно саму микросхему. То есть, чтобы поток воздуха был на саму микросхему, чтобы только ее нагреть. Я не буду перематывать видео, чтобы вы видели, сколько примерно по времени нагревается микросхема. Вот мы ее шатнули, а она нагрелась. Теперь необходимо снять. Снимаем аккуратно. Все, мы сняли микросхему. Теперь нам необходимо зачистить паяльником контактную площадку. Теперь я вам расскажу, в каких случаях нужно менять саму микросхему 3STAR. Либо ее еще называют контроллером заряда. В 99% случаев неисправная микросхема 3STAR, если в аппарате потребления. То есть, включаете аппарат, проверяете потребление в аппарате. Если в спящем режиме потребление от 100 до 200 мА, то это 95% что проблема в микросхеме 3STAR. Также есть проблема с зарядом. То есть, если аппарат не включается, то тоже могут быть проблемы с микросхемой 3STAR. Более подробно мы рассмотрим уже на других видео полную диагностику аппарата, где вы уже сможете оценить эту микросхему 3STAR либо микросхему питания. Так как на одном видео это сделать невозможно. Все, теперь устанавливаем новую микросхему. Старайтесь ее поставить как можно ровнее. То есть, вообще ее нужно поставить ровно. И нагреваем теперь феном. Мы нагреваем до 320 градусов фен. Если вы используете какой-то дешевый фен, они, как правило, показывают неправильную температуру. То есть, подбирайте температуру. Я видео перематывать не буду, но тут довольно-таки быстро будет, чтобы вы могли понять, сколько времени это занимает. Мы ждем, когда микросхема будет двигаться. Вот она двигается. Все, она сдвинулась. Все, микросхема встала и припаялась к печатной плате. Все, мы поставили микросхему 3STAR на iPhone 5S. Также, видео используется для iPhone SE и 5C. Все, теперь нам необходимо зачистить печатную плату от флюса и поставить защитный металлический экран. Все, мы поставили защитный металлический экран. Как его ставить на видео, мы не будем показывать, потому что это делать совсем просто. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.